Славик, Славик на связи. Славик, ты меня видишь? Ну, сейчас ты увидишь. Всё, давайте, кто меня видит, поставьте, пожалуйста, плюсики. Да, спасибо. Так, 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 так. Друзья, ой, 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 что-то у меня так, во, 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 вот так. Вот, друзья, давайте проверим техническую связь. Посмотрите, пожалуйста, видно меня, слышно? Добрый вечер всем. Очень рада видеть Леночку Петренко, Россия, Украина. Кто откуда, девчоночки, Диляра так. Очень рада, вчера поздравляли тоже нашу Диляру, Леночка Петренко. Хочу поздравить всю эту семью с отличными результатами по товарообороту. Вот сейчас мы пока собираемся. Кто меня слышит, поставьте, пожалуйста, плюсик. Отлично. Славик, ты справился на отлично со своей работой. Сейчас, ребят, вы знаете, у нас такой уникальный бизнес, что мы друг друга поддержим, помогаем. Сейчас вот Люба Зиты найдёт вверх фамилия. А на самом деле возле компьютера находится и Любочка, наш новый партнёр, и её вышестоящий спонсор Вячеслав. Вот. И Любой были маленькие технические заминки, он подошёл, ей помог, и вот сейчас они рядышком. Вот. Хотела ещё раз поблагодарить за отличную работу наших лидеров, которые в прошлом каталоге, в первом каталоге 2019 года сделали хорошие результаты. Кто вышел на новые уровни, кто стартовал, в новой стартовой, не в новой, а кто стартовал, вернее, кто сделал первый шаг стартовой программы. Кто выполнял ЛТО, это вот Иделяра шла у нас по ступенькам, идет по ступенечкам. И Леночка, семья Лены Петренко, которые делают огромные хорошие товарообороты, несмотря на то, что сейчас они живут не в своём родном городке или посёлочке, а выехали на новое место жительства. Они обзнакамливаются с людьми. И самое главное, вот залог её успеха, Лены и Танюшки, заключается в том, что они очень любят продукт. Очень любят продукт и с душой рекомендуют их. Правда, Лен? Вот. Рада всех приветствовать новых партнёров, более наших старших партнёров на нашей сегодняшней встрече. И хочу начать нашу встречу. Друзья мои, мне хочется, чтобы у нас была такая встреча, можно сказать, неофициальная, но, с другой стороны, не просто какие-то посиделки, да. Мне очень хочется с вами поделиться нашими планами, потому что совсем недавно мы с Активом провели такую продуктивную планёрочку. И на этих встречах мы с партнёрами, всегда нашими директорами, ведущими, думаем о том, как помочь своим партнёрам, растущим консультантам и менеджерам выйти на новую ступеньку возможностей из компании Reflame. И на самом деле, что это за возможности? Большая часть людей сюда приходит, большая часть людей приходит, когда им интересно зарабатывать. Есть какая-то часть людей, которые заинтересованы в собственном развитии и не понимают, что здесь замечательная возможность развиваться, расти, самому личностный рост получать. Есть какая-то часть людей, которые пришли понаблюдать просто. Кто-то от любопытства, а кто-то от осторожности, можно так сказать, и посмотреть, правда ли здесь у кого-то что-то получается. И ещё, конечно же, очень много приходит к нам партнёров, которые любят нашу продукцию, которые с удовольствием не пользуются. А некоторые даже активно рекомендуют, как я вот представляла Леночку Станей и другие лидеры, которые отличные, делают крупные товаробороты, как Лена Дёшина наша, Светлана Мустяц, Светлана Белоусова. Вот с каталога в каталог огромные товаробороты. Это говорит о том, что люди разбираются продукции, любят и рекомендуют. Но, к сожалению, не у всех у нас на старте так получается. И поэтому я начала разговор с того, что мы совсем недавно с активом собрались и мозговым штурмом прорабатывали, как помочь нашим партнёрам расти. И пришли к такому мнению, что лучше способа, как обучение и сразу же действия, найти невозможно. И нашим директорским активом мы решили провести такую азбуку бизнеса. Азбука – это, вы сами понимаете, это старт в чём-то. И вот для всех наших партнёров, кто-то новенький, кто-то у нас давно уже, ну, может быть, пропустил когда-то какие-то вебинары, для них сейчас мы рекомендуем посетить наш курс «Бизнес. Азбуку бизнеса». Что вы узнаете на этом курсе? Вы узнаете, первая тема будет, это информация о нашей компании и немножко о нашем проекте. Вторая тема будет очень важная, потому что, когда вы посмотрите, ну, почему важно услышать с наших уст о компании, о нашем проекте, о возможностях в этом проекте. Потому что, наверняка, каждый из вас, кто пришёл к нам, слышал об «Орифлейм» и, может быть, даже пользовался продукцией, но, наверняка, не знает многих моментов, моментов и факторов гордости, которые мы можем рассказать, с которыми мы можем поделиться с вами. Потому что, на самом деле, друзья мои, вы знаете, вот как по жизни, когда у вас появляется очень успешный, перспективный, целеустремлённый, интересный человек в жизни, то вам хочется делиться с окружающими, что вы знакомы с этим человеком, что у вас есть возможность даже как-то познакомить кого-то с кем-то, да, там вот если это какие-то деловые отношения. Вот точно так нам очень хочется, чтобы вы больше узнали о компании, с гордостью относились к тому, что вы причастны к этому, к этим возможностям, и чтобы вы могли делиться этими возможностями с людьми. Потому что, если люди просто знают, а, «Орифлейм», ну, это, наверное, ну, это каталог, это губная помада, но на самом деле это совсем немножечко, вот такой уголочек «Орифлейма». И мы хотим с нашими директорами и с большой любовью и желанием дать вам немножечко больше, чтобы вы узнали о компании и о возможностях. Следующая тема будет «Работа с возражениями». Когда вы узнаете вот о компании, о проекте, у вас в голове будут такие весы, вот как я рассказываю, знаете, такие весы. И в них на одной чаще будет информация, ну, мысли такие у вас. Да, хорошо, тут такие деньги, возможности, и коллектив такой хороший, и спонсоры у меня классные, и Оля, там, и Леночка, и Катюша, такие спонсоры классные, да. Вот, но с другой стороны на весах будут другие мысли. Знаете, как я говорю, такой чертик будет, который будет приходить и говорить, да нет, это у них получилось, они там пришли раньше, да. Или у кого-то будут мысли, там, ой, им хорошо, у них там, они в большом городе живут. Или, ой, им хорошо, они живут в маленьком, они всех знают. Или еще какие-то мысли будут. И вот наша задача, чтобы ваши возражения, которые будут возникать, мы могли проработать с вами на этой школе, на этой встрече, на бизнес-встрече этой. И вот второе занятие завтра в среду на 7 часов вечера будет вести Наталья Бочкова. Это специалист в этом вопросе, вы ее знаете еще как специалиста в области wellness направления. Вот завтра Наташенька расскажет нам о самых распространенных возражениях, которые возникают в голове у нового партнера. И вот я вам хочу сказать, знаете, вы думаете, у меня не было возражений или каких-то сомнений в голове? Но я поняла, что эти все возражения, они как пенечки на моем пути, когда я куда-то двигаюсь. И для меня очень важно, чтобы впереди была огромная моя цель. И по пути, вот чтобы этот пенечек, он был гораздо меньше моей цели, понимаете? И если у вас на начальном этапе, наоборот, пенечек больше вашей цели, то есть вы думаете, ну, тут не знаю, получится, не получится, если получится, буду дальше работать. Тогда ваша цель очень маленькая, и пенек с трудностями или возражением будет высоким, и вы не будете видеть, вы будете спотыкаться об эти пеньки постоянно, и рано или поздно вы оставите наш проект и не будете двигаться вперед. А нам очень хочется, чтобы вы поставили большую цель, амбициозную цель, которая будет давать вам энергию, вдохновение двигаться вперед. Третья встреча наша будет называться методы рекрутирования, потому что мы вас пригласили, и сегодня на встречу у нас большая часть людей, которые понимают, что в компании можно зарабатывать, вполне легально можно зарабатывать, получать зарплату прямо на карточку банка, которую вы выбрали. И для того, чтобы это получалось, нам надо делать основные два самых важных действия. Это приглашать людей, это называется на языке бизнеса нашего, рекрутировать, то есть приглашать людей на любую из возможностей. Вы уже знаете, какие есть возможности, да, бизнеса и дисконта. И второе, что мы должны научиться с вами сделать, легко продвигать наш товар, знать законы продаж, системы продаж. И хочу вам сказать, знаете, на самом деле поставьте, пожалуйста, двоечку, кто любит продавать. Двоечку, кто любит продавать, а пятерочку, кто любит покупать. Поставьте, пожалуйста, в чате. Кто любит продавать, двоечку поставьте, а кто любит покупать, пятерочку. Так, отлично. Я одену очки, чтобы вылечить. Вот, Олечка любит продавать и Анюта. Так, еще кто любит. Оля Дудюк тоже любит продавать. Ага, Диляра больше любит покупать. Хорошо, отлично. Благодарю за активность. Еще включайтесь. Включайтесь, друзья. У нас будет такое интерактивное сейчас обучение. Вот, хорошо. Все остальные просто как бы пока наблюдают, да? Хорошо, спасибо, Анечка. Вот. А, Аня любит покупать. Все, я поняла. Хорошо, спасибо. Вероника больше любит покупать или продавать? Вероника, двойка – это продавать, а рекомендовать, советовать, а пятерка – покупать. Ага, Надя тоже любит продавать. Отлично, молодцы. Надя, очень рада, что ты зашла на вебинар. Всех очень рада видеть, друзья мои. Вот, хочу вам сказать честно, я преподаватель. Я больше всего на свете люблю сама обучаться и обучать людей. Вот. И когда я пришла в компанию и поняла, что надо работать с товаром, я подумала, боже мой, ну какой с меня продавец, как я буду продавать? Я так не люблю навязываться, я так не люблю продавать, ну приставать людям. Ну купи, ради бога, кисточку для румян, там мне надо два бонуса. Вот, и читая, развиваясь в этом направлении, я поняла, что на самом деле, на самом деле, как бывают плохие стоматологи, юристы, учителя, точно так бывают плохие консультанты. То есть не плохие, а слабые профессионалы в самом деле. И вот в одной книжечке я прочитала, что на самом деле есть секрет бизнеса, и он заключается именно в секрете продаж. Кто умеет продавать, неважно что, он всегда будет на вершине успеха, потому что в этой жизни мы все с вами вольно-невольно рекомендуем. Но на эту тему, тему продаж, мы с вами поговорим в пятницу. Я буду вести эту тему, и поверьте мне, человек, который вообще, вообще никогда не любил продавать, и когда там много-много лет был такой негативный у меня опыт продаж, я вам расскажу, как я сейчас это обожаю делать. Поделюсь с вами для пользы вашей и нашей. И сегодня у нас тема, тема у нас о компании, о нашем проекте, и сегодняшнюю тему должна была вести, и отлично ее подготовила наш директор Елена Абраменко. Но вы знаете, обычно, когда ты готовишься, волнуешься, знаете, как перед экзаменом, бывает такой раз, и достал билет, и думаешь, боже, я же учил, но я сейчас не помню, да? Ну, вот сейчас у Лены возникли сейчас технические сложности, буквально за несколько минут до нашей встречи. И я уверена, что Лена нам подготовит эту тему и обязательно расскажет, мы ее послушаем. И я как наставник, вышестоящий спонсор, я быстренько решила, что мы все равно сегодня встречаемся, мы встречу не отменяем, что мы все равно встречу проведем. И вы знаете, как всегда, у спонсора есть всегда, как говорится, в шкатулочке запасные варианты. И я быстренько кинулась в свой архив презентаций и нашла отличную презентацию, которая мне очень нравилась. Правда, эта презентация не совсем последняя от компании, факторы гордости компании. Вот, но у нее много разных, много интересных моментов, факторов, которые вы должны знать. И я думаю, что Леночка в ближайшее время решит свой технический вопрос, и мы ее услышим. А я тогда запускаю нашу азбуку бизнеса, вот, и расскажу вам о факторах гордости нашей компании. Вообще хочу, мальчики, девочки, сказать, знаете, какую вещь. Вот, те, кто пришли на бизнес, все начинается, как вы думаете, с чего? Как вы думаете, все начинается с чего? Или с кого? Вот, кто пришел на бизнес? Ваши идеи, мысли какие? Напишите мне, пожалуйста. Ага. Ой, Леночка, я очень рада, ты подключилась, да? Ну, уже все, мы запустили. Вот, с чего начинается? С принятия решения, правильно, Оля, с мечты, Наталка пишет, правильно, сто процентов. И твой бизнес, друзья мои, твой бизнес начинается именно с тебя. А конкретно, я вам хочу сказать, начинается с твоей головы. И вот, знаете, можно кому угодно, что угодно рассказывать. Можно делиться какими-то мыслями, что да, я в Арифлейме, да, я хочу заниматься, да, я хочу бизнес и все такое. Но наедине с собою, если эти мысли не совпадают с тем, что вы говорите, человек потом думает, боже мой, почему же у меня не получается? Почему у меня такой короткий список знакомых, уже знакомые закончились? На самом деле у меня знакомые есть, а у меня закончились. Ой, почему никто не хочет? А все заключается, все зависит от того, что у нас в голове. И я вам хочу сказать, так получилось в жизни, что у меня перед тем, как я пришла в компанию Арифлейм, была ситуация, когда я могла уехать за границу, заниматься, как сказать, таким не очень благоприятным сервисом. Ну, не подумайте, ничего плохого, я должна была ехать бабушек, там, тетушек мыть разных лежачих и все такое. Но так получилось по обстоятельствам жизненные, я туда не попала и пришел ко мне Арифлейм. И когда я стала углубляться вообще в ценностях компании, что это за компания, я настолько стала благодарна этой компании, что она меня просто, вот знаете, как будто ты летишь с сотого этажа вниз и вот уже асфальт. Так вот, работают только, ну, скажем так, проверенные компании. То есть какие-то шулеры или какие-то, ну, скажем таки, несерьезные организации туда попасть очень сложно. Да, бывают компании, которые терпят крах ввиду какой-то неграмотного ведения бизнеса, но это точно не шулеры. Вот, поэтому вы видите, какие достижения или как гордости, факторы гордости компании. Вот для меня лично надежность, это в первую очередь возраст. Надежность, то есть она уже проверенная временем. Серьезность компании, это когда за плечами вот такие, скажем, собственник, компания собственных заводов, да. С одной стороны, я покупаю губную помаду, сумочку, думаю, да какая разница, где эту губную помаду произведут, да, там на заводе собственном компании или на заводе, который там арендует или по договору получает косметику. А, друзья мои, для нас с вами, как партнеров компании, очень важно, потому что, потому что если завод, если компания работает в партнерстве с другими заводами и не собственник завода, в периоды кризиса эта компания может менять заводы, менять договора, менять еще, находить что-то дешевле для своего проекта, да. И для меня лично это всегда риски и какие-то вот настороженность. А у нас все-таки компания хозяин сама своих заводов. Вот еще один момент такой, знаете, признание компании в научном мире. То есть достижения, которые происходят в нашей компании, они не просто где-то там на фабрике или в исследовательском центре что-то произошло, это пишутся научные работы, которые публикуются в всемирно известных каких-то, как сказать, быстренько, быстренько журналах, книгах, каких-то научных работах. И это все у нас отмечено, отмечено, где какие статьи, где какие разработки. То есть за нашим кремом обыкновенным, за нашей простой туалетной водой и губной помадой стоят научные разработки. Вот этим слайдом я хотела вам сказать именно это. Число наших партнеров растет с каждым годом. Ну вот я вот сама размышляю, да, почему, почему. Потому что мы с вами видели только что первые слайды, потому что компания наша очень надежный партнер. Столько лет на мировом рынке, столько достоинств у этой компании, что ее не стыдно представлять как партнера и, более того, с ней за гордость работать на самом деле. Я сейчас вам говорю, может быть, друзья, вот знаете, вы сейчас смотрите на официальные слайды, и я вот сейчас тут рассказываю, рассказываю, вы думаете, ну, вот как бы она спонсор, как он, как бы руководитель проекта, и, наверное, ей надо рассказывать это. Я вам это рассказываю, друзья, потому что я прочувствовала лично сама, как говорится, вот на своей шкуре, на своей жизни с компанией Refrain. И были события в нашей жизни с компанией и радостные, когда на сцене стояли директора, их поздравляли, наши девчонки держали чеки, получали на банковский счет суммы и приходили на офис и с радостью хвалились своими покупками, приобретениями, там, кондиционеры, кто-то шубы, кто-то доложил денежки, машину купил и все такое. И я радовалась, потому что я видела, что компания надежный партнер, и она выполняет свои обязательства. И даже в те моменты, когда было грустно, потому что мы живем в таком регионе, вы знаете, это Восток Украины, где события не очень радостные были, и хочу сказать, эти же директора, которые жили прям в очаге этих опасных событий, этих событий, прошу прощения, вот, и у них не было возможности выполнять обязательства перед компанией, делать товарообороты, компания все равно продолжала им платить тот доход, который у них был последний полтора-два, там, три месяца. Потому что людей надо было поддержать. Людей поддерживали льготными наборами, людей поддерживали выгодными предложениями, с которыми не могли обращаться к своему окружению и работать. Поэтому, вот, вот, исходя из этого, я уже не говорю о том, что вообще, какие рамки мира открыла передо мной компания Reflame. Вот для меня лично партнер вот этот, знаете, который и в радости, и в беде тебя поддержит. Ну, и хочу сказать, что наш бренд популярен вообще как мировой бренд, потому что с нашей компанией было несколько проектов известных. Вот вы видите бренда, да, Apple. У нас, Наташа, вот если мы вспомним, уже, наверное, лет 5, 7, 10 назад первые были планшеты единички. Вот как только они появились, еще люди вообще даже не имели представления, что такое планшет в голову. А вы просто оцените этого партнера. Что произошло? Накануне перед этим, вы знаете, что вас, кто, когда вас наставник приглашал, рассказывал о встрече, он вам рассказывал о путешествиях вместе с компанией, полностью за счет компании. И вот накануне нашей первой золотой конференции, когда мы уже как попали на эту конференцию, сдали документы, купили билеты на Киев, да, была такая ситуация. За год до этого часть людей, которые тоже квалифицировались, но первый раз выезжали на конференцию в Испанию, их 90 человек не пустили. Представляете, компания на неделю арендовала отель лучший, на этих людей номера заказала, на этих людей развлечения, банкеты, столы заказала. И консульство испанское просто не пустило. Это был август месяц, и я была тоже в этой делегации, но тогда я как гость ехала на эту конференцию, я путевку эту купила. И нас просто не пустили, по той причине, что мы еще не выезжали никуда за границу, а тогда был большой бум, когда люди вот удирали, как я собиралась удрать когда-то, в самом начале, помните, я вам рассказывала, да, только в Италию. Вот, и хочу вам сказать, что просто в консульстве не объясняют причину, просто отказано. И вот на следующий год, 2000 какой-то был, 2007, да, наверное, год, да, 2007 мы уже с Толиком летим на Канары. А Канары – это испанское консульство опять. И я так переживаю, думаю, боже мой, мы опять первый раз летим, приезжаем мы в Киев, билеты мы купили до Киева сами, а в Киеве нас автобус забирает и везут в аэропорт. И когда мы приезжаем в аэропорт, нам говорят, назвали фамилии, и я уже такая замерла душа моя, думаю, ну все, бережные тоже, отойдите сюда. И говорят, уважаемые партнеры компании, вашим паспортам консульство может сделать отказ испанским. И для того, чтобы не рисковать вашей поездкой, вашим заслуженным вознаграждением, мы решили компании «Арифлейн» пригласить вас на один день в Швецию, в Стокгольм. Друзья, вы представляете? Мы в аэропорту, мы в таком шоке просто. Мы летим на Канары, а нам предлагают еще на один день залететь в Швецию. Для чего? Ну это вот открыть шенгенскую визу, а так как компания очень известный бренд в Швеции, и руководство компании дружны со всеми органами, можно так сказать, управления в Швеции, это не по блату, а просто по здравому смыслу они объяснили ситуацию, и нас 90 человек чартерный рейс везет в Стокгольм. Представляете? Вот, мы настолько были рады этому, естественно, что компания организовала нам экскурсию в город Упсалу замечательную, организовала обед, показала нам много-много разных достопримечательностей, экскурсию сделала в храм очень красивый такой, там еще Ламарк похоронен, известный ботаник. Вот, и вы представляете, и потом обратно вечером с тормозками нас отправляют уже на самолет, который летит на Канары. Представляете? Там уже без вопросов, так как у нас штамп есть этого самого, и все это компания платила. Вы вот просто представьте, я вам рассказала один эпизод. В моей жизни с компанией Reclame их сотни, в жизни лидеров компании их тысячи, тысячи, когда люди, ну, просто в восторге от того, что компания делает для них, понимаете? Я очень хочу, я сейчас вам рассказываю, я очень хочу, чтобы вы просто, ну, сейчас поверили на слово мое, что я вам рассказываю, но со временем, двигаясь вперед по лестнице успеха, чтобы вы просто поняли, что это реально, возможно, и за этого партнера надо бороться, бороться со своими страхами, со своими сомнениями, и двигаться вперед. И я сейчас буду ускоряться, быстрее рассказывать вам о компании, но мне хочется, чтобы вы открыли ушки, и все это услышали. Надежность компании – это честный, ответственный, этичный и прозрачный подход. В компании вообще, ребят, все настолько прозрачно. Каждую минуту, каждую секунду вы можете зайти прямо в свой кабинет на сайте компании, если вы не умеете это делать, попросите у своего наставника, зайти на свой номер кабинета, консультанта в свой кабинет, и можете открыть в своем кабинете страницу, что происходит сейчас в вашей структурке. Независимо, вот такая структурка, у вас 3-5 человек, или огромная структура, 5, 10, 100, 200 тысяч человек. И вы можете увидеть на этот момент, у кого какие товарообороты личные, какие групповые, какие доходы, прямо на эту секунду. То есть бизнес наш прозрачен. Точно так прозрачно все производство, все технологии, потому что люди мне говорят, что там, ой, я там на рынке, там на разлив купила, или там в аптеке купила. Вот, я говорю, что тоже масло, вернее, омега, омеги, рознь. И очень важно, с какого продукта эта вытяжка, можно сказать. Если у нас стушки рыбы, которая плавает в экологически чистом море, холодном море, а кто-то берет с печени рыбы, которая плавает, неизвестно в каком океане, насколько загрязненность, и надо понимать, вот печень вообще, что такое, это переработка всей грязи, скажем так, в организме любого существа. Вот, поэтому мы должны понимать, что то, что мы берем, это стопроцентное качество. И поэтому подумайте, прежде чем сэкономить и пойти куда-то в аптеку или на рынок за продуктом, вот просто разговаривая со своими партнерами. Это вообще вот продукт, который, ну, шедевр, можно сказать, Эрифлейм, для тех людей, которые, у которых очень чувствительная кожа, гипоаллергичная кожа, да, гипоаллергенная, извините, вот, для них компания разработала линейку продукта Эко Бьюти. Это вообще просто, ну, уникальный продукт, который, ну, можно сказать, прям младенцу или ребенку в утробе матери даже, по-моему, подошел бы, да, на нем такие серьезные сертификаты, вот, проверяли его этот продукт, вот, вернее, даже когда разрабатывали этот продукт, идея была, заключалась в том, чтобы там не было ни одного ингредиента, который может вызвать у самой чувствительной кожи какое-то раздражение или какую-то проблему. Вот, а это еще не предметы гордости, это значки, хочу вам сказать честно, вот этот РСП, вот этот вот, который внизу, я его не знаю, но вот только что на слайде я читала о нем, что-то мы о нем читали. Все остальные значки, ну, вот, GMP, хочу сказать, это вот в левом углу, вот тут вот значок, вам скажу, это сертификат, вот я вам о GMP расскажу, не СУСТ компании, вот как я партнер компании, а СУСТ человека, который занимается, он провизор, он руководитель до войны в Луганском регионе, огромного региона, был руководителем провизора, и в сертификации лекарств, БАДов он знает то. С этим человеком мы познакомились случайно, когда отдыхали в Сочи, и когда мы столкнулись вот на том, что мы вот как-то сопричастны в своих делах, и у нас могут быть общие интересы, он мне рассказал о том, что знак GMP очень дорогостоящий знак, и что в Америке нет ни одного, ну ни в одной аптеке, вы не найдете лекарства, которое не сертифицировано этим стандартом. Этот стандарт дорогостоящий, то есть если вы хозяйка какой-то линейки, там добавок каких-то, или лекарств, вы должны заплатить огромную сумму денег, это очень дорого стоит сертификация, этого значка, и эта компания проверяет вас от сырья, где это произрастает, или химия, которую вы там делаете, до последнего этапа там бухгалтерии, там выдача продукта где-то, или где вы там реализовываете. Вот, все это проверяется, и только там, где вот это вот все-все-все досконально проверено, ставится этот значок GMP. Некоторые компании, которые не очень чистоплотные, они даже такие заявки не подают, потому что знают, что эта сертификация обналичит недостатки этой компании. Только тогда, когда у тебя порядок, ты можешь смело подать заявку на эту сертификацию. И мы с гордостью говорим, что наша продукция, Wellness, вся линейка, сертифицирована GMP стандартом. Дальше идут сертификаты, разные вегановские продукты. У нас есть Wellness линейка, есть там супы, коктейли. Вот там стоит вегановский значок, что 100% в этих продуктах не используются ингредиенты животного происхождения. Потом эко-сертификат, что продукция, вот у нас масла, я вам говорила, рассказывала про эти масло, пальмовое масло, что сертификация очень строгая и правильная такая. Вот этот вот сертификат. Это сертификаты не компания Reflame. Это международные сертификаты, чтобы вы понимали. Потом вот, ну без ГМО понятно, в правом углу сертификат, это российский сертификат, знак качества, знак качества, сейчас я вам скажу, института питания. Вот. И слева от него стоит значок, вот такой с человеком. А знаете, что это за значок? Это вообще значок, вот я вам хочу сказать, очень редко вы найдете такой значок на упаковках производителей чего-то. А у нас он есть. Этот значок дается компании, которая сприяли, или как сказать, участвует в том, чтобы, ну, в справедливой оплате труда. Вот так вот скажем, в справедливой оплате труда. Многие ингредиенты наши добываются в разных уголках мира, и в том числе в африканских странах. Все купили мы там за 200-250 гривен, и в этом тюбике, я не знаю, в сауне все попробовали, там 5 человек, 10 человек, да, я пользуюсь, еще буду пользоваться целый год, да, это до 300 гривен. А вы идете на одну процедуру, 300 платите. Потом другой момент, вот просто хочу сказать про косметический кабинет. Очень хорошие есть процедуры, я согласна, 100%, может для кого-то даже важные и нужные с какой-то проблемкой на лице. Но вот человек должен понимать, вот когда вы будете работать с клиентами, когда человек говорит, я хожу к косметологу, вы должны понимать, косметологу он находит один раз, может быть в месяц, может быть в неделю от силы, но не каждый день. Но кожа наша, лицо наше, работает каждую секунду, каждую секунду идет выброс сального секрета, отшелушивается мертвая клеточка на уровне эпидермиса. И с этим надо работать. Надо каждодневный уход делать, понимаете? И вот с этого надо с людьми работать. Хорошо, ходи, это как дополнительно, но есть процедуры каждодневные, вы можете это использовать. Но это я к тому, что у нас есть продукты, которые могут помочь и заменить, скажем так, на каком-то этапе, может быть. Этичность и социальная ответственность. Вот это вот я не знаю, понимаете вы или нет, друзья мои. Когда-то, я вам честно хочу сказать, проводили, я организовала встречу в одной красногоровской школе со своими консультантами, там пришли просто люди послушать, и мой наставник, Леночка, начала рассказывать о социальной ответственности компании. И на тот момент я сидела и думала, Лен, ну зачем ты это рассказываешь, кому это 300 лет надо, давай рассказывай про наши классные продукты, давай рассказывай тут, что можно заработать. И вот сейчас с позиции вот того, вернее, сегодняшнего времени я понимаю, насколько я была не права тогда в своих мыслях. Естественно, я человека не остановила. Вот. Но насколько важно нам понимать причастным к такому большой, к такой огромной пользе. Королева Швеции основатель детского фонда мира и компания Айфлейм очень долго с королевой в одном этом проекте. Огромное количество средств компания отчисляет для того, чтобы дети, которые лишены там ласки, внимания родителей, получали дополнительные какие-то, ну скажем, вознаграждения. Вот я знаю, совсем недавно была такая акция, наверное, год назад в компании у нас вот именно по Украине, вот где компания работает по одной копеечки, на некоторых продуктах по 10 копеечек, берется в этот фонд. И мы с вами даже не замечаем, покупая эту шампунь или губную помаду, что мы помогаем огромному количеству детей. И вот эти средства, я знаю, совсем недавно был такой проект, были направлены на детей, которые сироты, но у которых есть потенциал для развития в какой-то сфере. и компания оплачивала, оплачивала обучение, поездки этих детей куда-то, понимаете? Мы с вами причастны к этому. Представляете, растет ребенок обделенный, а в нем будущий там Менделеев или там известный какой-то будущий ученый, но из-за того, что ограничен в средствах, он не может себя, скажем так, продвигать. И компания наша помогает это делать. Я считаю, что это благое, благое дело, и мы партнерствуем с такой компанией. Прошу прощения, поехали дальше. Ну, друзья мои, вот скажите, вот мне так хочется, чтобы сейчас поставили двадцаточку те люди, которые просто на этом вебинаре просто сейчас слушают. Хоть немножечко чувство гордости какое-то появляется за эту компанию или хотя бы уважение. Поставьте, пожалуйста, двадцатку. Мне будет очень приятно, что для меня это будет показатель того, что я достучалась вот до людей, которые, может быть, просто наблюдают. Вот, ну, это вот активчики посыпались. Спасибо вам большое за поддержку. Очень хочу, очень хочу, Дилярочка, спасибо. Ты, наверное, будущая наша звездочка, бриллиантовый директор, да, такой активчик. Вот, друзья мои, мы все приходим, мы все приходим с кучей сомнений. Да, Надюш, спасибо за поддержку, спасибо, друзья. С кучей сомнений на старте. Получится ли у меня? Я уже, ну, как кто-то скажет, я уже старая. Кто-то приходит молодой, я совсем молодой, меня никто не воспринимает серьезно, да. Но я вам хочу сказать, что продвигаясь по лестнице успеха, набирая опыта, вот, работа с компанией, обучаясь, да, вот, спасибо большое, Любочка, спасибо большое, Славик. Вот, обучаясь здесь, вы будете набираться, вот, кроме того, что вы сегодня слышите, вы будете набираться навыков новых и опыта. И даже вот то, что вы будете делать, и то, что у вас вы уже, наверное, прочитали, что эти лидеры сказали, да, вы будете набираться опыта, ну, вернее, двигаться, вы будете делать ошибки. Я хочу вам сказать, что никогда, никогда, вот в наших проектах, в компании Reflame, никто никогда никого не ругает. Вот, ребят, я вам хочу сказать, вот такие ситуации, вот я вам сейчас честно скажу, даже вот были, я знаю, таких вот людей, которые зарабатывали с компанией, там, на уровне директоров, да, а потом вот просто начала организация, сама работа, и приходили постоянно к нам люди, у нас было строгое расписание, по понедельникам у нас всегда на 6 часов была встреча по продукции, а по пятницам всегда была встреча по бизнесу, и мы вот эти 12 встреч по бизнесу гоняли, а по понедельникам рассказывали о портфеле продукции и о каком-то отдельном сегменте. И мы вот с партнерами этот вопрос обсудили, как они примут решение непосредственно для своих вот директора, там, непосредственно, потому что есть у нас партнеры, которые работают в онлайн, кто-то работает, наоборот, в оффлайн, но я вам хочу сказать, не имеет значения, где родился ваш новый партнер, вам все равно надо рассказать эту базовую встречу о портфеле продукции, и не просто сказать, что у нас есть ароматы, косметика декоративная, там, продукция по уходу за лицом, а более углубленно, чтобы человек, ну, вот мы планируем так сделать это, прям провести встречу, и на эту встречу обязательно должны люди прийти с блокнотиком, с тетрадкой, чтобы они записали конкретные рекомендации по тому сегменту продуктов, по классификации этой продукции. И как вы думаете, что произойдет с людьми, произойдет людьми, которые будут наполняться этой информацией, как вы думаете, что может произойти с людьми? Вот, тональная основа Танечка Харченко, шампунь Еленочка любит Петренко, коктейль Света Чудиков, конечно, у Светы по 300, по 400 бонус баллов заказы, wellness, вот у Лены, не обсуждается, само собой, у Леночки спортивная такая семья, сынулька, вот, так вот я просто хочу сказать, вот представьте, вот я новенькая, да, пришла, ну, смотрю, листаю каталог, ну, и это красиво, ну, это, ой, а это, боже мой, какое дорогое, ой, а это какое, да, вот, я себе пока не возьму, так вот я хочу сказать, когда мы начнем людям рассказывать, а еще лучше будет возможность протестировать, все пойдет по-другому, и этому человеку, новичку понадобится то-то, то-то, может он не сразу закажет, но через время он начнет заказывать, он начнет рекомендовать, и самый лучший результат, особенно когда девушки, ну, теперь уже и мужчины, у нас есть специальные серии по уходу за лицом для мужчин, самый отличный результат, после встречи у нас проходит, когда проходит у нас мастер-класс. Что такое мастер-класс? Я вам сейчас вот в нескольких словах расскажу. Это когда вы в удобных условиях, а конкретно или в гостях у кого-то, да, вот, например, Надюша пригласила к себе домой трех своих кумушек, соседку, там, коллегу по работе, да, и ваш наставник приходит с чемоданчиком, с сумочкой, в которой находится серия по уходу за лицом. Она все это расставляет и дает, рассказывает, и дает сразу же возможность пробовать это. Рассказывает этапы ухода за лицом, спрашивает ощущения, немножечко добавляет о бизнесе информацию, о каких-то акциях, дает тестировать аромат какой-то. И вот после этой встречи, как правило, из этих четырех человек минимум два человека регистрируются, минимум один становится потребителем, и уже на крайний случай один скажет, ну, я когда получу деньги, тогда присоединюсь к вам, да. Вот, поэтому это беспроигрышные встречи, и людям приятно, знаете, провести такую встречу, узнать. И что касается ухода за лицом, я вам хочу сказать, дорогие мои, я не перестаю удивляться. Я 16 лет в компании, но до сих пор встречаю консультантов, ну, не консультантов, новичков, и просто знакомых в своем окружении, которые говорят, я говорю, вот просто такой вопрос контрольный спрашивает, как ты ухаживаешь за своим лицом? Ну как, умываюсь. А чем ты умываешься? Ну как, мылом умываюсь. Ну, дальше, а еще что? Ну, у меня есть еще мицеллярная вода, я протираю лицо. Вот какие даже самые элементарные вопросы покажут огромные грубейшие ошибки этого человека? И, конечно же, я не смеюсь и не говорю, какая ты бестолковая, так нельзя делать. Да я сама была такой дурочкой, каких-то 15-16 лет назад, и был лосьон огуречный на все случаи жизни. И я считала, что я ухаживала за своим лицом. Вот. А наша задача корректно, тактично подсказать человеку. Вот буквально три дня назад, я не буду говорить, называть своего партнера, она мне говорит, Света, ну я уже все купила для лица. Вот я хочу только, я не хочу там ночной крем, я не хочу для глаз, я там вот очищение, тонизирование, как ты меня убедила, я только хочу ночной крем. Все, я больше ничего не хочу. Вот. Ну вот скажи, я все правильно делаю? Я ей говорю, если ты мне спрашиваешь, как менеджера, профессионала, правильный ли этап ухода вот с того, что ты взяла, я говорю тебе неправильно. Но ты правее делать, как ты считаешь нужным. Один вариант, делаешь так, как ты вот для себя решила. Второй вариант, ты приходишь ко мне на мастер-класс и узнаешь, как это надо делать, чтобы сохранить твое прекрасное лицо, красоту твою еще на долгие годы. Вот. Ну, я не буду долго останавливаться на этой линейке. Это шедевр, просто шедевр. Не вижу абсолютно разницы. Разница только в деньгах. Только в деньгах. Так, гораздо дороже стоит. Декоративная косметика имеет у нас тоже свои сертификаты и вознаграждения. Кроме всего, друзья мои, хочу вам сказать, вот в Новейже, я забыла вам сказать, у нас есть замечательная возможность прямо в телефоне установить программу, которая Skin Expert называется. Вот она, Skin Expert. Вот так покажу вам сейчас. Ну-ка, видно, не видно? Ой, наверное, не видно. Ну, Skin Expert. Вот. И этой программой можно устанавливать возраст, состояние кожи. А еще у нас есть программы по декоративной косметике, где можно make-up. Это программы компании Reflame. Их можно скачать на Play Market. Я вам сброшу ссылочки. И вот здесь вот можно просто выбирать свое лицо, там выбрать губную помаду. И потом под свою губную помаду, вот просто у нас это все есть. Представляете? Вы на лицо, на человека, на вере ли, вот, и выбираете любую помаду и вот любой цвет. И сразу применить к моему образом. И сразу же на лице, как бы вам показать, ну, я думаю, это кто в оффлайн придет, я вам покажу. Выбирайте губную помаду и сразу у вас на лице это помада. То есть пользуйтесь сами этим. Давайте пользоваться, то есть подносите чудо техники своим клиентам, чтобы они могли определять, какую губную помаду им подобрать. Вот. И тем более в этом каталоге у нас только выбор губных помад, ну, просто аппарат губных помад. Вот. Очень много у нас сертификатов на декоративную косметику. Мы много зарабатывали гран-при. И я и по белой косметике хотела сказать, что тоже у нас очень много таких вот сертификатов, которые, международных сертификатов, которые заслуженно получили гран-при на разных-разных вот этих конкурсах. Икона стиля номер один, новая люксовая помада, созданная лидером номер один. Такой лидер компании Танила Полежаева. И вот в честь нее создана такая линейка губных помад. И первая губная помада называется именно как-то Мила Полежаева. Такой вот лидер. В честь лидера номер один. Вот. Кстати говоря, по-моему, эта губная помада сейчас у нас в скидке в Джордане. Кто там рядышком может проверить. Да, вот по-моему, это она. В общем, проверьте. Вот. Мы гордимся наградами. Вот у нас сколько наград. Это то, о чем я вам рассказывала. Посмотрите, какие и за какие. Магия цвета, да. Потом Optimal серия. Экологен получила сертификацию, да. Разные. Крем для рук. Посмотрите, получил. Антибактериальное средство. Карандаш. Антибактериальный карандаш чайное дерево. Ну, это вообще просто шедевр. Шампуни для объема. Девочки, у которых тоненькие волосики. Боже, для них это просто спасение. То есть все у нас сертифицировано. Все с наградами. То есть все, чем, ну вот реально мы можем гордиться. Ну, wellness это вообще просто. Так как мы с вами начали разговор о том, что шведы, кстати говоря, самая такая нация, которая в Европе живет долго и здорово, вот она и нас с вами потихонечку через продукт wellness приучает. Каждые 5 секунд в мире продается один продукт wellness. Представляете, вот пока проводим с вами вебинар, сколько проходит, сколько людей приобретают этот продукт. А наша с вами миссия, друзья мои, вот чем мы с вами занимаемся. Мы миссионеры. давать людям информацию о бизнесе и об уникальных продуктах, но только используя подход не просто слов классный, прекрасный, уникальный, да, а используя рекомендации, что даст этот вам продукт при использовании. 80% людей не употребляет в пищу даже минерал, минимума положенных овощей и фруктов. Ну и хочу вам сказать, что вот с этого можно разговаривать, потому что для того, чтобы получить норму, это сколько надо съесть в день яблок, помидор, причем это все должно быть свежим и хорошего качества, да, и компания понимает, что это нереально и предлагает уникальный продукт, используя который, вы будете на целый день, как говорится, заправляться качественным витамином и минералом, вот качества, которыми можно доверять, вот все здесь вот у нас написано, натуральных, 100 натуральных питательных ингредиентов, потом искусственных вкусовых добавок ГМО у нас ноль, международные сертификаты качества 10 штук, ученых работает более 50 человек, вышло публикации более 400 штук и вот 10 лет создания Wellness Pack уже 10 лет Wellness, о, я думаю, почему мы такие, Олечка, Софи Лабе, тоже вот известный парфюмер, который работает, посмотрите, с какими брендами, Клен, посмотрите, Ланком, вот, Живанши, то есть, когда люди говорят, что нет, нет, я беру только французское, чтобы вы просто понимали, во Франции, да, Франция, это, скажем так, страна парфюмеров, и там огромное количество заводов, производителей, парфюмеры, и вот на одной, на одном же заводе могут идти линейки рядышком Живанши и рядышком Арифлей, понимаете, вот, ну так как в Европе очень высокие стандарты, то никто не поменяет и не подольет нигде ничего, Оливиар Крест, вот тоже еще один из парфюмеров, такая туалетная водичка, которая просто счастье, дает удовольствие обладательницы этого аромата, клубничка, солнышко, фрукты в этом аромате, вот, и его работы в Диор есть, и Дольче Габбана, посмотрите, и Нина Ричи, вот с кем мы с вами работаем, вернее, с кем работает компания Арифлейм, и мы причастны с вами к этому, вот, это что касается брендов, я не буду долго задерживаться, вот Жанжак, вот посмотрите, просто сколько ароматов, которые делает, делают парфюмеры известные, я думаю, что мы сделаем несколько скринок, и вы этими скринами пользуетесь, если кто-то просто говорит, вы можете не спорить, а просто человеку сказать, посмотри, какие у нас ароматы, и кто с ними работал, а это наши награды за ароматы, неоднократно Дима Билан получал гран-при на известных парфюмерных выставках, и хочу вам сказать, не зря он пользуется такой популярностью до сих пор, до сих пор, вот, поэтому мы должны с вами гордиться, нашим продуктом, нашим продуктом, вот, и здорово, что сейчас появилась мужская линейка, даже уходовая за лицом, вот, и не просто Мэн у нас серия для бритья, и там для лица крема, а уже появилась серия на Вэйдж, поэтому рекомендуйте, рекомендуйте своим знакомым продукцию, не оценивайте их по их внешнему виду, что человек не может, у меня много-много на Вэйджа заказывают люди, которые работают реализаторами в магазине, которые работают с кассирами в официальных учреждениях, они никакие жены, ни крутых мужей там, и никакие там босс-девочки, и все такое, но они себе это могут позволить, вот, это вот сколько печатается нашей печатной продукции, это на 2015-16 год, сейчас я думаю, что это увеличенная цифра, и, ну, то есть, скажем так, это популярно, журнал популярен, мы работаем с вами методом прямых продаж, и хочу сказать, что людям комфортно сейчас, потому что многие люди заняты, вот что люди делают, люди зарабатывают деньги, а зарабатывают люди, как правило, не на одном месте, а два-три места, они бегают с места на место, и забежать в какой-то магазин, подобрать губную помаду, или еще там что-то для себя, для людей, это сейчас становится очень проблематично, поэтому наш с вами каталог, он настолько уместен в этой ситуации, человеку дать правильно, как дать, как забрать каталог, мы об этом поговорим в пятницу, вот, это были ведущие косметологи, вот, и буквально в конце нашей встречи, я хочу сказать несколько слов, о бизнесе с компанией Reflame, мы с вами поговорили о надежности компании, о продуктах, о факторах гордости с компанией, и не сказать о том, что здесь можно зарабатывать, но это бы было как бы так по меньшей мере сказать, ну, как сказать, скромно, скромно, да, вот как шведы себя ведут, что дает компания Reflame, компания Reflame дает возможность отлично выглядеть, компания дает возможность зарабатывать, но самое главное, от того и другого компания дает возможность получать удовольствие, вы знаете, друзья мои, когда вы будете вообще просто жить в Reflame, не работать в Reflame, вот как мы, основная работа у Наташи Бочковой, у Оли Перецкой, у Лены Абраменко, там у наших лидеров, да, у Тани Харченко, вот, когда вы будете, ну, вот, жизнь, жизнью Reflame, поездки, работа с партнерами, мы не только жугляем там и отдыхаем, да, но мы еще и работаем активно, вот, вы поймете, что на душе волнение возникает, только от того, что вдруг там не закроется шаг у партнера, успеет он грамотно там, достаточно доступно, я донесла, на бизнес-встречу, но вы никогда не будете переживать о том, что повышается стоимость света, проезда там, или еще что-то, вы будете знать, что есть повод всегда поработать, и компания вам даст такую возможность всегда заработать, понимаете, всегда заработать, вот, захотите вы себе улучшить жилье, вы поставите план, вы будете знать по маркетинг плану, как можно сделать, чтобы к концу этого года выйти на доходы, да, такие, чтобы была возможность купить, вот, это преимущество рынка прямых продаж, делать, не пробовать, а делать, 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 спотыкаться, ошибаться, но все равно делать и двигаться вперед, вот, вот такие вот возможности показывает компания Reflame, вот такая уникальнейшая стартовая программа к нам пришла, это я прям последнюю секундочку забросила в эту презентацию, вот, я думаю, что кто-то сегодня уже был на презентации, слышал, вы видели в наших чатах, вот все люди, которые будут приходить, вот, ребят, я хочу поделиться вот с вами своим таким лайфхаком, да, я хочу вообще приглашать людей, говорить о том, что, ну, рассказывать о том, что я пользуюсь ночной маской замечательной, что она стоит 500 гривен, я хочу прям показывать это в каталоге, я хочу рассказывать об омеге нашей, я хочу показывать, давать на руку пользоваться прям этой тональной основой, чтобы человек попробовал, и сказать ему, что ты это все можешь получить, эксклюзивные наборы всего по 99 гривен, если начни, можешь разбираться вот со мной в моем предложении, хоть с продажами, хоть с дисконтом, хоть с бизнесом, вот, и я думаю, что такие подарки не оставят никого равнодушным, люди будут, ну, хотеть их получить, тем более после тестирования, тем более после тестирования, вот, и это вот как раз тот миллион, то событие, которое произошло в компании Reflame, вот этот миллион долларов, если вы думаете, что это, ну, мало ли, что там можно написать, или сказать про миллион долларов, друзья мои, вот, в этом чате находится еще один человек, который вместе с нами, она была со своим супругом, это Наташа Бочкова, я была всей семьей, с двумя сыновьями и с мужем на этом чествовании, это было в Риме, в Италии, Наташа, в каком году, не помню, напиши, если ты помнишь, а в 2009, вот же написано, в 2009 году было это чествование, просто шедевр такой был чествование, единовременная, премия была выплачена, в 1 миллион долларов, Томире Полежаевой, вот, и наша компания может этим гордиться, тем, что есть человек, который это сделал, а если кто-то сделал это однажды, то это можно сделать, друзья, и дважды, да, да, Наталочка, ты помнишь, это феричное событие, которое просто забыть невозможно, невозможно, вот даже вот, если бы был весь Арифлейн, только вот это наше мероприятие, это уже было такое огромное счастье, и все такое, вот, сейчас многие, вот я просто хочу сказать, новички, новые партнеры, и, ну, и спонсоры, которые приглашают людей, в таком состоянии думают, блин, что мне делать больше, больше идти в онлайн, работать в интернете, там, глаза болят, там, нет такой усидчивости, и все такое, кто-то, кто-то, как бы, вот, не знает, идти в интернет, кто-то, наоборот, говорит, я только в интернет хочу работать, потому что раздвигает рамки, могу приглашать и Казахстан, и Россия, и, там, Португалии, там разные-разные страны, все такое, кто-то это выбирает, я хочу вам сказать свое мнение, друзья мои, для меня лично, вот, из опыта 16 лет работы, в прямых продажах, в сетевой компании, единственной для меня, Арифлейн, такой вывод, что, что, лучше встречи от сердца к сердцу быть не может, то есть, когда ты прям вживую это делаешь, но сейчас такие технологии, когда ты сидишь, вот сейчас я вам рассказываю, друзья, я думаю, что вы чувствуете энергетику нашей сегодняшней встречи, и вот мое все вот такое, вот знаете, такое состояние, как мне хочется вам это все передать, вы это чувствуете, да, то есть, это можно вот ускорить, или приблизить к себе, вот девчоночек наших, которые живут очень-очень далеко, кто может, напишите, кто в какой стране живет сейчас, друзья мои, вот, стране, вот, кто наши гости, напишите просто свою страну, вот, и вот такая возможность нам дает интернет, потом, что дает еще нам интернет, ускорить подачу информации, даже если вы решите работать офлайн, от человека к человеку, вживую, да, замечательно, потому что, хочу сказать, вживую, как бы люди быстрее доверяют, особенно теплый круг быстрее идет, но хочу сказать, вы никогда быстрее, ну скажите, не донесете на другой конец города, сводчи губной помады, вот, Украина, Украина, ага, еще кто у нас здесь, вот, сводчи губной помады, как можно сделать это одним кликом в Вайпере, понимаете, в Вайпере раз, взяли скрин, прорисовок губных помад, и сбросили человеку, в секунду, в Вайпере у него это появилось, понимаете, поэтому мы с вами такие умнички, такие умнички, что мы должны с вами синтез использовать, синтез, соединение такое, работы оффлайн и онлайн, понимаете вы, и вот тогда будет просто вот нереальный эффект, нереальный быстрый эффект, и команды, которые начинали когда-то работать, только приходили онлайн, только онлайн, они даже голосом не говорили, они только переписывались, сейчас вот я разговариваю с лидерами этих команд, вот когда общаемся,